Так называлась она в честь того, что Петр Первый здесь организовывал свои полки. Меняли булыжную мостовую на асфальтную, на современную. Как ломали вот эти несчастные, страшные, жуткие совершенно бараки, в которых люди ютились. И строили новые, современные, красивые дома. Но мы, дети, оставались детьми. Мы играли. И, конечно же, это были военные игры. Наши мальчики с саблями, так называемыми, просто с палками в руках, носились по этим самым окопам, по этим самым еще не убранным тогда воронкам. И мы, девочки, присоединялись к их играм. Снимали пальто, выворачивали рукава наружу, и получалась такая своеобразная бурка. Одевали эти бурки на плечи, застегивали на верхнюю пуговицу и присоединялись к мальчикам. Ну, по наружке убитые там или раненые мы их лечили, кормили, как умели. Кирпичики, обыкновенный ломаный кирпич, были мясом в наших блюдах. Листья дубанчика с селедкой, а тонкая травка лучком. Строили из мусора блиндажи, собирали с них и пели военные песни. Конечно же, учились в школе. Жизнь текла своим чередом, и мирное время наступало очень активно. В школе однажды объявили о том, что у нас будет конкурс чтецов, и как было принято раньше выдвигать кого-то на конкурс, меня тоже выдвинули на такой конкурс чтецов. Я пришла в библиотеку, и подбирая то, что я буду читать, мне попался в руки томик военного поэта Глеба Пагирева. И вот это стихотворение, которое я тогда выучила на конкурсе, читала со мной уже 50 лет. Я предлагаю сегодня его вашему вниманию. Глеб Пагирев, девочка. Пагир по детству, где-то на метре. А ты его ждала, не забывала. И часто днем, играя во дворе, его в других военных узнавала. Как прежде мать вставала до светла и возвращалась за темно с работы. Насучные житейские дела, привычные домашние заботы, все шло своим обычным чередом. Но как-то в день октябрьской годовщины в твой тихий дом вошел немолодой, знакомый только матери мужчина. Пошел, шинель повесил у двери, где прежние отцовские висели. Легко приплазил в щеточке бровей, какой-то сверток вынул из шинели. Ты как зверек из темного угла взглянула вопросительно. И ротка, сперва на мать, потом на край стола, на праздничную яркую коротку. Ну подойди к отцу, не будь такой. И снова ты окинула глазами мужчину с перевязанной рукой, с чуть-чуть посеребренными усами. Он был тебе, конечно, незнаком. Но разговор отцовский был, похожий. Так по-отцовски пахло табаком, одеколоном и скрипучей кожей. Так сиротливо без отца, так трудно было ждать четыре года, что ты смогла поверить до конца тому, что он вернулся из похода. И что тебе осталось? Подбежать? Отбросить непослушные косички? К его коленям голову прижать? По старой, не забывшейся привычке. Дорогое молодое поколение, я хочу вам пожелать, чтобы вы не упускали возможности как можно ярче прожить вот эту довольно короткую жизнь. Казалось бы, только вчера я была еще ребенком, вот сегодня такой огромный, знаменательный день. Скоро будет, вернее, 70-летие со дня победы. Чтобы не позволяли поднять голову этой фашистской гибрии, чтобы никогда не имели слезы сироты, чтобы не выли от горя вдовы, чтобы не сидели матери. Я желаю вам успешно работать на очень важном поприще воспитания молодого поколения. Спасибо.